В эфире служба новостей Саров-24 в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Проверили знания по алгебре и геометрии. В Сарове прошла всероссийская акция ЕГЭ для родителей. Школа замещающих родителей, Центр социальной помощи семьи и детям проводит набор в весеннюю группу. Танцевальный коллектив ЕГЭ стал лауреатом второй степени во всероссийском конкурсе. Далее расскажем обо всем подробно. Что такое кимы, как правильно их заполнять и что можно взять с собой в аудиторию? Страх перед ЕГЭ испытывают не только школьники, но и родители. И это легко объяснимо. Мама и папа не готовятся к экзамену в течение года и зачастую в глаза не видели контрольно-измерительные материалы. Для того, чтобы унять волнение взрослых, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки проводит всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Зачастую сдача единого государственного экзамена становится большим испытанием для родителей и выпускников, нежели для самих одиннадцатиклассников. И чтобы помочь взрослым справиться со стрессом, три года назад была задумана акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Она призвана познакомить родителей с процедурой сдачи единого государственного экзамена, получить всю информацию, найти ответы на свои вопросы и снять напряжение перед итоговой аттестацией. Мы всегда полагаем, что дети боятся экзамена, но я совершенно точно знаю, что сейчас уже дети абсолютно адаптированы к этой форме сдачи экзамена. Больше волнуются родители. Для того, чтобы это внутреннее напряжение снять и помочь понять родителям, как организовывать взаимодействие с ребенком накануне сдачи экзамена, для этого проводится эта акция. Два года подряд родители писали русский язык. В этот раз предложили сдать математику. Участников познакомили со всеми тонкостями экзамена. Вначале они сдали личные вещи и прошли процедуру досмотра с металлоискателем. Далее увидят процедуру распечатывания контрольных измерительных материалов, получат их, пройдут процедуру их заполнения, в течение 30 минут будут писать задания, ну и дождутся ответов. Екатерина Феоктистова сдавала ЕГЭ в самом начале, когда только ввели эту форму аттестации. Сейчас младшая сестра девушки заканчивает 11 класс и готовится к выпускным экзаменам. Много с ней разговариваем про это, что морально это сложно, но ничего такого в этом нет. Все через это проходили и ничего страшного. После ЕГЭ жизнь продолжается дальше. Екатерина считает, что такие акции необходимы, потому что потом родителям легче объяснить своим детям, как вести себя на экзамене, как расслабиться и как можно лучше себя настроить. Екатерина Апенова, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. Центр социальной помощи семьи и детям проводит набор в весеннюю группу школы замещающих родителей. Ее дверь открыта для тех, кто принял решение принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, или только задумывается об этом. Занятия в школе дают возможность будущим усыновителям-опекунам получить полноценную правовую и психологическую подготовку к ответственному шагу. Свои отзывы по итогам очередной сессии школы замещающих родителей будущей мамы и папы оставляют в книге обращений Центра социальной помощи семье и детям. В ней собраны слова благодарности и признательности за возможность разобраться в себе и получить полезные знания перед важным жизненным решением. Задача нашей школы прежде всего такая, чтобы гражданин мог хорошо обдумать это решение. И если он принимает его, чтобы оно было осознанное, и чтобы все члены семьи его в этом поддерживали. Именно поэтому психологи предлагают посещать школу замещающих родителей всем, кто будет задействован в воспитании нового члена семьи. По правилам, свидетельство о прохождении школы не обязательно иметь тем, кто хочет оформить опеку над близким родственником. Но им, считают специалисты, полезно восполнить знания по психологии и поучаствовать в семейной психотерапии. У нас главная задача даже не выдача этой бумаги, а просто, чтобы человек многое понял про этих детей, многое осознал и, может быть, где-то поменял свой стиль общения, воспитания, отношения с этим ребенком. Программа школы замещающих родителей разделена на три блока. Медицинский, где с мамами и папами беседует врач-педиатр. Правовой, где специалисты органов опеки знакомят участников с законодательством в сфере усыновления. Больше всего занятий отведено на психологию. Они проходят в форме групповых тренингов и индивидуальных консультаций. Мы изучаем мотивацию приемных родителей, мы изучаем качества, необходимые для воспитания ребенка, оставшегося без попечения родителей. Кроме того, основной блок у нас идет – это особенности детей, оставшихся без попечения родителей. После прохождения курса участников ждет собеседование. По его итогам будущие родители получают свидетельство, которое прилагается к остальным документам при оформлении опеки над ребенком. Группы школозамещающих родителей набираются четыре раза в год. Стать их участником может любой совершеннолетний саровчанин. Очередная группа начнет свою работу 18 марта. Более подробной информации по телефону 757-22. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В нашем городе появится Центр спортивной подготовки. Стабильно высокие результаты воспитанников Саровской лыжной школы на турнирах различного уровня позволили департаменту по делам молодежи и спорта преобразовать с Дюшор Атом в одноименную спортивную школу Олимпийского резерва. Если сейчас педагоги работают по методикам дополнительного образования детей, то грядущие изменения повлекут за собой существенную корректировку программы в сторону профессиональной спортивной подготовки. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Клиническая больница номер 50 завершила переход на цифровую телефонию. Теперь дозвониться в регистратуру можно только по единому номеру 95511. Связаться с кабинетами, у которых нет прямого городского номера, можно через единый телефон поликлиники 95544 и добавочного внутреннего номера. В случае, если абонент не набирает добавочный номер, звонок автоматически переадресовывается в колл-центр. В четверг, 28 февраля, в Центре культуры и досуга в Нев пройдет форум «Абитуриент-2019». Выпускникам и их родителям расскажут о кафедрах Саровского физтеха. Проинформируют о целевых местах, которые выделяют лядерного центра ведущие вузы страны. Также на форуме выступит глава города Александр Тихонов, глава администрации Алексей Голубев и директор департамента образования Наталья Володько. В Сарове продолжается благотворительная акция «Не остудить свое сердце». На Масленичной неделе волонтеры планируют посетить Дом Милосердия в Дивиевском районе и Саровский теплый дом. Те, у кого есть возможность, могут помочь с покупкой настольных игр, канцелярских товаров, сладких подарков в связи с гигиеной и натуральных соков. Сделать взнос или принести пожертвования можно в Дом книги на проспекте Музруково. 28 февраля в городской художественной галерее состоится открытие персональной выставки «Остров Саров» художника Юрия Шпаковского. В экспозиции будут представлены новые работы живописца, а также знаменитые серии рентгены и слоны. Начало в 18 часов, вход свободный. Ученики школы номер 5 вместе с родителями и сотрудниками дорожной полиции провели акцию «Родительский контроль возле Дворца детского творчества». Детям, переходящим дорогу, рассказывали о правилах перехода улицы и о пользе светоотражателей на одежде и обуви. По мнению участников акции, рассказывать о правилах дорожного движения детям нужно начинать как можно раньше. Я думаю, что это надо с самого рождения. Даже когда с коляской переходишь, надо переходить только в положенных местах. Это как-то, наверное, откладывается на генетическом уровне. Сразу прямо впитывается, и ребенок уже просто даже чисто визуально запоминает. Во время акции юным жителям города раздавали пометки о правилах дорожного движения и аксессуары со светоотражателями. К другим новостям. Стать жертвой мафии или попасть в руки к комиссару. Всемирно известная игра «Мафия» представляет собой психологическую командно-ролевую игру с детективным сюжетом. Игроки пытаются выяснить, кто из их участников – мафиозные группы, а кто – мирные жители. Для тех, кто хочет попробовать свои силы в логике и смекалке, участники клуба салонных игр «Закрытый город» проведут вечер новичков. На нем каждый желающий сможет открыть для себя мир интеллектуально-логических игр и проверить свою интуицию. Город засыпает, просыпается мафия. С этих слов начинается популярная интеллектуально-логическая игра. Почувствовать себя отъявленным мафиозией или примерить роль охотника за гангстерами стало намного проще. Уже в эти выходные клуб салонной мафии «Закрытый город» приглашает всех желающих на вечер новичков. В эту субботу, 2 марта, пройдет очередной вечер новичков, уже юбилейный 10-й, по салонной игре «Мафия». Нас ожидает много новых лиц, новых знакомств. Будут интересные игры в мафии, а также мы принесем дополнительные настольные игры. Будет чай, печеньки. В общем, будет все весело. Новичков ждут обучающие и фановые игры, а также встречи с профессионалами и победителями всероссийских и международных турниров. А с мафией помогут сориентироваться и расскажут, чем различаются форматы игры. «Классическая мафия отличается от балагана тем, что правила систематизированы. То есть строго определенное число участников за столом, строгие правила, строгие правила поведения в игровую минуту. То есть нет такого хаоса, который творится в балаганной мафии. Все очень логично и обдумано». В «Мафию в Сарове» играет более ста человек. За круглым столом можно встретить школьников, студентов, инженеров, танцоров и даже чиновников. Интеллектуальная игра учит манипулировать чужим мнением и дает шанс совершенно безнаказанно почувствовать себя аферистом. Попробовать свои силы в интеллектуальной игре можно будет 2 марта в Центре поддержки предпринимательства. Начало в 20.00. Вход свободный. Более подробную информацию можно посмотреть в группе ВКонтакте. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Танцевальный коллектив «Егазята» стал лауреатом второй степени во всероссийском конкурсе «Чемпионат легенда». Подопечные Татьяны Никулиной в конце прошлого года прошли отборочный тур в Нижнем Новгороде, а затем попали в финал танцевального конкурса. Кира Близнюк – самая юная участница коллектива. Ей всего 4 года. Свою танцевальную карьеру девочка начала 2 года назад и уже прекрасно владеет акробатическими элементами и умело садится на шпагат. Всероссийский конкурс «Чемпионат легенда» для Киры стал дебютным. Люблю танцевать. Особенно я люблю танцевать с цыплят и новогодний танец. Каждый раз перед выходом на сцену воспитанницы коллектива серьезно настраиваются. По их мнению, именно от правильного настроя зависит успех каждого выступления. Волнение все же присутствует, признаются девочки. Но справиться с ним им помогает преподаватель, который вселяет в них веру в себя. Мы волновались и очень сильно. И мы боялись, что мы не натянем носки, не натянем коленки. Но самое главное, что нам помогал наш педагог, наши мамы, родители. Они за нас тоже волновались, они нам хлопали. И мы держали себя в руках. Чемпионат «Легенда» проходил в два этапа. По первой очной коллективу предстояло пройти отборочный тур в Нижнем Новгороде, где юным танцорам присвоили звание лауреатов, после чего и газеты попали во второй этап конкурса. Но уже заочный. В нем приняло участие 18 коллективов со всей страны. Из Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Екатеринбурга, Казани и других городов. По результатам чемпионата коллектив стал лауреатом второй степени. Мы отчасти плакали. Мы очень сильно радовались. Дети радовались настолько, что у них появилась сейчас инициатива еще больше работать и готовиться дальше к следующим чемпионатам. Конечно, это хорошо, ничего, если лауреатом изстали в российского такого конкурса. В мае ягазята вновь отправятся покорять вершины танцевального Олимпа, но уже в северную столицу. На конкурсе коллектив представит композицию во дворе. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. Сразу несколько футбольных побед одержали футболисты детско-юношеской спортивной школы «Экар». Заняв первое место на турнире Нижегородской области по мини-футболу, юные спортсмены отправились на чемпионат по Волжье и в упорной борьбе завоевали бронзовые награды. Подробности в следующем репортаже. По словам Артема Данилина, тренера футбольной команды «Экар-2» и «Акция-2005», золотых наград на областном уровне в мини-футболе не было уже много лет. Путь к победе был сложным. Сначала заняли второе место на турнире южных подгрупп, а затем вышли в финальный круг. В схватке за главные призы турнира соперниками наших мальчишек стала команда из «За Волжья». За Волжья неплохая команда, хорошо организованная, играют от обороны, поэтому всегда сложно взламывать оборону соперника, но нам удалось в конце первого тайма забить и забить второе мяч, уже уверенно довести игру до победы. Эта победа дала возможность команде продолжить выступать в чемпионате по мини-футболу уже на уровне зоны по Волжья. До таких высот, по словам Артема Данилина, детские команды из «Сарова» еще не добирались. Соперники – сильнейшие команды со всего ПФО. В матче за бронзовую награду саровчане встретились с командой из «Уфы». Играли строго, ребята настроились, ребятам объяснили. Мы повели 2-0. В первом тайме 1-0, во втором забили еще один. Повели 2-0. Ребята с «Уфы» смогли отквитать один гол. То есть драматичная игра была, там все сказали, то есть руководители, кто проводил, просто такое не придумаешь. За три секунды до конца матча финцы сравнивают счет. Исход встречи решился в послематчевых пенальти, где спортивная удача оказалась на стороне саровчан. Как итог, заслуженные в упорной борьбе бронзовые награды и путевка на турнир сильнейших команд России по мини-футболу. Специальный приз как лучшей нападающей зоны по Волжью получил Антон Кривонос. Молодой человек уверяет, что это не только его заслуга. Я старался, конечно, добился это не сам. С помощью команды вместе добивались этого. Был очень рад в этой награде. Как объяснили сами футболисты, третье место, завоеванное на зоне по Волжье, для команды значит не меньше, чем золото на областном турнире. Для ребят и их тренера эти награды как минимум равны по своей значимости. Каким будет результат на всероссийском уровне, узнаем совсем скоро. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова